Вот какую вы сейчас видите первоочередную нашу с вами задачу? Что мы сейчас должны делать? Какие новые задачи у нас появляются? Мы с вами не только бойцы информационного фронта, мы с вами еще и женщины. Женщины, которые гордятся за своих мужчин, которые должны их поддерживать, которые должны поддерживать страну. И вот Великая Отечественная война тому великолепный пример, как женщины на своих плечах вытаскивали многое. К сожалению, мы с вами не можем пойти на фронт, но мы можем поддержать их здесь. Мы можем поддержать их и словом, и нашим словом, которое услышат, слушают многие наши зрители, ваши читатели. Но вот информационная война, она идет жестко, давайте уже прямо скажем. Противник нам в этой информационной войне достался очень и очень обученный. Вот по вашим ощущениям, какова сейчас расстановка сил? На самом деле, нужно сказать, что, к сожалению, информационная прокачка западными технологиями шла очень сильно, и она шла в течение многого времени. И это, конечно, ослабило позиции, позиции нашего. Потому что мы не учились и никогда не управляли никем такими грязными способами, по большому счету. Конечно, конечно. Это все политтехнологии. Я сама политтехнолог. Я примерно представляю, как это все делается. Я знаю, как это делается. Мы все с вами читали книги. Ну вот, тем не менее, я прошу прощения, что перебила. Чувствуете ли вы такую тенденцию, что зрители, что слушатели, что читатели, у них вот этот информационный иммунитет начинает нарабатываться? И они уже понимают, что вот эти фейки – это мелкая диверсия низшего уровня, что даже не обращать на это внимания, делать какие-то правильные выводы? Абсолютно. У меня лакмусовая бумажка – это моя мама. А, ну, как бы мне тоже, да. Она мне рассказывает обязательно, что происходит, что папа тоже все читает, все новости. И они мне рассказывают, что действительно, ну… Ну, то есть, срез вы по ним делаете и понимаете, что они уже воспринимают… Они уже, да, они уже наработали защиту какую-то от фейков. Потому что фейки, я тоже их регулярно просматриваю, они, конечно, идут, ну, очень… Нескончаемым потоком. Очень, да, очень большим потоком, действительно. И наша с вами еще тоже главная задача важная – делать так, чтобы они мимо проходили. Да, мимо проходили и в души не попадали, потому что сейчас, конечно, война за наши головы, за наши сердца идет. И нам здесь тоже важно быть стойкими.